ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вот это щедрость. Цены на бензин в этом году, возможно, расти больше не будут. А если и поднимутся, то в пределах инфляции. Об этом заявили в Министерстве энергетики. Чтобы поддержать отечественных нефтепереработчиков, государство в ближайшие полгода не будет экспортировать дешевое автомобильное топливо. Как отмечалось ранее, спрос на бензин и диз топлива за последние недели в нашей стране заметно снизился. ТРАССА СТО ОДИН Кто-то сейчас просит денег у властей, чтобы не разориться. Кто-то говорит о необходимости отмены налогов. Страховые компании тоже кое-что придумали, дабы не остаться без денег автовладельцев. Они требуют запретить нам обращаться в другую фирму за обязательной автостраховкой после того, как закончится срок действия предыдущей. Преподносится это как мера противодействия возможной недобросовестной конкуренции и распространению коронавируса. ТРАССА СТО ОДИН С 15 апреля у всех водителей, которые въезжают в Москву, начнут проверять наличие пропусков. Пропуск представляет собой 16-значный цифровой код, который можно получить, к примеру, посредством СМС. Полицейские обещают проводить проверку максимально быстро. Нарушителю будет грозить штраф в 5000 рублей. Причем сколько раз за день его остановят, столько раз штрафы выпишут. Также изначально говорилось о возможности конфискации автомобилей у людей без пропуска. Но от этой идеи отказались. ТРАССА СТО ОДИН Между тем Минкомсвязи разработало мобильное приложение для формирования пропусков во время пандемии. Сервис называется Госуслуги Стоп Коронавирус. Он уже доступен в App Store и Google Play. Нет, срочно устанавливать его не надо. Приложение понадобится, если власти конкретного региона объявят об усилении профилактических мер. И если они сочтут, что разработка Минкомсвязи им подходит. ТРАССА СТО ОДИН Денег нет, говорят россияне. Но в марте наши соотечественники потратили на покупку новых легковушек почти 250 миллиардов рублей. В первом месяце весны 2019-го речь шла о 180 миллиардах, сообщается агентство Автостад. Больше всего денег, от 9 до 11 миллиардов, своим компаниям принесли три модели. Toyota RAV4, Hyundai Creta и Kia Rio. Их начальная стоимость сейчас соответственно 1 миллион 805 тысяч, почти 1 миллион и 755 тысяч рублей соответственно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Хирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова